Водители автобусов ежедневно выполняют манёвры для того, чтобы выехать и заехать на базу. Для них настоящий квест – не задеть другие машины. Автостанция превратилась в парковку для жителей города, куда регулярно заезжают десятки легковушек. Заполонил личный транспорт сотрудников НИЭФ. Им удобнее, нет места для парковки, служит для них. И ближайшее место – вот наша территория автостанции, на которой стоят городские автобусы. Создают помехи при выезде с автостанции, при заезде на автостанцию, при подъезде к посадочной территории. Знаки, запрещающие въезд на автостанцию, посторонние игнорируют. Для них она стала своеобразной платной парковкой. Инспекторы ГИБДД периодически штрафуют нарушителей, но им всё равно. Парковка, предусмотренная для сотрудников ядерного центра, переполнена. Поэтому, вопреки правилам, им приходится оставлять свои машины на чужой территории. Это территория автостанции, здесь кроме автобусов, ну и максимум автомобилей сотрудников. Никого не должно быть. По словам начальника ГИБДД, решить проблему можно лишь совместными усилиями. Круглосуточно дежурить на автостанции и штрафовать каждого инспекторы не могут. Задачу нужно решать в комплексе, в том числе и, может быть, средствами технического регулирования каким-то образом. И собственник автомобильных дорог в собственной территории должен, в соответствии с Центральным законом о безопасности дорожного движения, сам организовать дорожные движения на своей территории. Решение проблемы автоинспекторы видят в установке шлагбаума. Если руководство ГОРА это сделает, въехать на территорию посторонние не смогут. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.